Сегодня я вас познакомлю с девушкой, которая на своем хендмейде начала развивать настоящее производство. Я очень хочу, чтобы мягкие ночники были вирусным продуктом, как куклы Лолу. Сколько можно зарабатывать в месяц? Хендмейд закончился через недельки три после начала. Сколько времени, денег и каких ресурсов вообще было затрачено? 50 тысяч долларов. Я очень хочу выйти на Дисней, чтобы ночники были в любом Диснейленде. Самый лучший путь для тебя – это стать экспертом по детскому сну. 1 июня у нас стартовала производство. Я бы тебе поверила, но я тебе не верю. Это странно, я не укажу в минус, где подвох. Вряд ли эту подушку будет хотеть каждый ребенок. Глобальные цели – завоевать Европу. Оля! Выпуск надо снимать. Подъем. Ничего, не нормально? Я же постель не убрала. Уже, да? Всем привет! В эфире я, Олечка-зажигалка. Лето. Лето. Это не значит, что я сдала свою квартиру, потому что мне нечем платить зарплату. Нет. Ну, лето. Просто. Просто лето. Или просто. Если вы занимаетесь хендмейдом, у вас есть все шансы очутиться на этой лавочке. Так я думала ровно до начала сегодняшнего выпуска. Потому что сегодня я вас познакомлю с девушкой, которая на своем хендмейде начала развивать настоящее производство. И сейчас мы пойдем с ней познакомиться. Вы хотите тоже прилететь? Выложитесь. Пока. Постерегите, пожалуйста. Здравствуйте. Привет. Привет, привет. Так, я сразу вижу, что ты не с пустыми руками. Конечно. Как я могу приехать? Леся. Приятно. Очень. Уже сразу же интересно, что ты принесла. Но я пока все, что о тебе знаю, это то, что ты хендмейдер. И все зрители моего канала считают, что я ненавижу хендмейдеров. Но ты, оказывается, не просто хендмейдер. Ты девушка, которая умудряется продавать много чего и почему. Давай с этого начнем. Что это такое? Это мягкий ночник. Я не могла приехать с пустыми руками и привезла сразу два для Алисы и Евы. Так что вы все это забираете с собой. Отлично. Благодарю. Это в Одессу мне повезло. Хорошо. Это прекрасно. Можно я буду пока распаковывать? Конечно. А я пока расскажу. Мягкий ночник появился благодаря моему сыну, который решил перестать нормально спать. Так, сколько было лет сыну? Ну, начнем с того, что еще в грудничковом возрасте, вы прекрасно меня понимаете, они плохо спят. А когда уже дело шло к одному году, мне это, мягко говоря, надоело, потому что, помимо того, что я мама в декрете, я не могла сидеть в декрете. Я работала программистом и обучала программированию онлайн. Соответственно, мне нужны были рабочие мозги в тот момент, когда он спит. И мне хотелось его уложить максимально быстро, чтобы это было без проблем. То есть, у тебя была такая проблема. У меня было больно. Ну, и почему ты не пошла и не купила ночник в магазине? Потому что я начала искать ночники и увидела, что они либо деревянные и твердые, о которых можно удариться или как-то перевернуться ребенку, стукнуться. Ну, они светятся, соответственно, либо от сети 220, что опасно, либо это китайская пластмасса, опять-таки работающая от сети, которые есть огромное количество историй, когда они просто плавятся и заканчивается все. То есть, тебе хотелось дать что-то ребенку, чтобы он мог это положить рядом с собой, чтобы ему было не страшно и ему было спокойно. И ты решила, что со сном именно вот такая история может ему помочь. Ты каким-то образом это тестировала или как это происходило? Первый тестировщик – это мой сын Даня. Да, я понимаю, но как ты поняла, что это именно вот такой продукт должен быть? То есть, это просто как идея была? Я поняла, что я хочу дать ребенку взамен себе какую-нибудь мягкую, как плюшевый мишка, игрушку, которая будет светиться, чтобы он спокойно, даже если он проснулся, он вспомнил, что он засыпал под свет мягкий, теплый, что там красивый рисунок, милые зверята. Эти иллюстрации мне рисует талантливая девушка, художница, она, кстати, из Киева. Ее зовут Таня Боня. И мы вместе создавали сюжеты. То есть, мне было важно, чтобы это был не просто рисунок, а это был сюжет. Соответственно, под каждый сюжет я перед сном рассказывала какую-то историю, сказку. И так появилась книжка. И так появилась книжка. Сборник сказок. Изначально было 4 ночника. Соответственно, я решила написать сказку, потому что, честно, каждый вечер у меня уже как-то... Я ленивая. Я ленивый программист. Мне хочется сделать что-то такое, чтобы облегчило мне жизнь. И главный плюс ночника в том, что маленьких детей очень сложно затащить в кровать, сказать, давай пойдем спать, потому что у меня еще миллион дел, особенно вечером. А здесь я ему говорю, смотри, загорается мягкий ночник. Значит, время пойти в кроватку, послушать интересную сказку. Окей. Соответственно, улучшилась ситуация. Мне стало легче жить. Я начала спать. И проблема была решена. Проблема была решена, и я поняла, что я не одна такая. Потому что большое количество подруг, знакомых, все говорят, а как спит твой ребенок? Я говорю, уже хорошо. А мой плохо. Я говорю, ну, держи ночник. Я их просто дарила. То есть первые прототипы мы с моим мужем, он тоже программист, соответственно, мы все это сделали, все паяли вместе. Это был, конечно, полноценный хендмейд. Хендмейд закончился через недельки три после начала. Ну, быстро очень. Потому что я думаю, ну, что, собственно, не запустить Инстаграм, зная хоть немножечко, как его продвигать. Получилось так, что люди начали просить. Через месяц у меня поступил запрос в Россию отправить 50 ночников. Лесь, а с чего эта подушечка сделана? Это подушка из материала под названием «Вильбо». Это подразделение плюша. Он как плюшевый мишка с мелким-мелким ворсом. Такой классный на ощупь. Полностью гипоаллергенный материал и в наволочке, и во внутренности подушки. Внутри подушка из ситца, наполнитель холопайка. То есть дети могут не беспокоиться? Да. И родители тоже? У нас было много клиентов с детьми, у которых сложная аллергия. И никто не вернул нам ночник, что еще раз доказывает то, что это гипоаллергия. То есть ни разу не вернули? Ни разу. А вообще сколько ты продаешь? По месяцу или вообще? Ну, в среднем, вот в месяц. В среднем 60. То есть один-два ночника уходят в день, что очень мало. А в хорошем до 200. До 200 в месяц? А с чем связан такой большой перепад? К сожалению, он был связан с новогодними праздниками. И большим ажиотажем подарков детям к празднику. Очень хочется, чтобы этот ажиотаж был постоянно. Ты начала, значит, производить эти подушки. Сколько времени, денег, каких ресурсов вообще было затрачено? Потому что это всегда интересующий вопрос. Вот сидит мама дома с ребенком, что-то придумала, да? Но все-таки далеко не каждая мама начинает делать уже что-то серьезное. Обычно вот она сидит по одной штучке. А потом заказали ей пять, и она говорит, о, я пять сделать не могу. Я пять не могу, да, сделать. Расскажи нам немножечко вот эту вот всю свою теперь уже как бизнес-историю. В первую партию ночников в один рисунок и в количество 50 штук было вложено 500 долларов. Это цифра полностью от художника до проб разных версий ночника, потому что это не самая первая версия. Мы постоянно пытаемся его улучшить. Тысяча долларов ушла на книгу, потому что это сам издат, это больная тема. А сколько за тысячу долларов удалось сделать экземпляров? 300 штук. 300? Нормально. Запас у меня, как у мамы в декрете, на какой-то проект, который я хотела реально сделать, чтобы он выстрелил, был без половины тысячи долларов. Но я не уходила в минус, потому что происходила такая волна постоянного роста. Да, я вкладывала деньги, но они постоянно мне возвращались. То есть меня всегда как-то поражало что-то странное. Я не ухожу в минус, где подвох. Я зацепился за слово «волнами». С чем связаны были твои волны? Первая волна, когда я показала ночник массово в Инстаграме, начала его продвигать, и его увидели в России. Массово в Инстаграме – это как? Как показать массово в Инстаграме? Давайте еще раз. Ты сделала этот продукт и решила создать страницу в Инстаграм и начать его продавать в Инстаграме. Ничего другого не делала? Да. Ок. Сделала. И что началось дальше? Я сделала красивую фотосессию, потому что я перфекционист в этом опросе, в качестве ночника и в контенте. Ты потратилась на фотосессию или договорилась? Я потратилась на фотосессию. То есть бюджет, который был заложен в сам продукт, это около 500 долларов. И дальше уже я выкладывала рекламный бюджет на фотосессии отдельно на ночников с детьми, блогеры. Топовые блогеры работали хуже всех. А вот давай несколько рекомендаций, потому что тема блогеров очень актуальна для людей. Вот ты со своим детским продуктом какие выводы для себя сделала? К каким блогерам стоит обращаться, к каким не очень? Самая большая рекомендация из опыта нужно брать маленьких блогеров, микроблогеров. Это сейчас тренд 19-го года. Нужно четко понимать, какому блогеру ты отдаешь изделия, потому что я лично даже топовым блогерам отправляла за деньги только те, за которыми я наблюдаю сама много лет. Я уже знаю, как она была беременна, как она нашла этого ребенка. Я уже все знаю про нее. И я прекрасно понимаю, что, как и я, девочки, мамочки в декрете сидят и за ней наблюдают. Еще, наверное, это же дедушка, это там таргетинг настраиваешь. Да, конечно, я делаю таргеты. Некоторые были очень хорошими. Ты сама настраиваешь рекламу? Да, я сама настраивала. В прошлом программисты это помогает мне сейчас. Расскажи, пожалуйста, сейчас о том, какие цели и задачи у тебя стоят перед тобой в бизнесе. То есть ты приехала к нам. Какие цели сейчас есть? Как ты хочешь развиваться? Что ты делаешь? Какая стратегия сейчас? Я очень хочу, чтобы мягкие ночники были вирусным продуктом, как куклы Лол у девочек и машинки Hot Wheels у мальчиков, чтобы каждый ребенок знал, что есть такой мягкий ночник, и его просто требовал родители. А родителям было бы легче его купить, потому что это универсальный подарок на любой праздник. И я хочу, чтобы оптовики, дилеры хотели брать не только на реализацию продукт, но и брали именно опт, чтобы они верили в то, что этот продукт не сделан на коленках, а это производство. Я хочу добиться роста личного бренда, который я с самого первого дня выстраивала через личную историю, через меня, моего сына в призме Гуднайта. Хочу это увеличить. Глобальные цели – завоевать Европу, потому что я не вижу никаких проблем, чтобы... Хочу Европу, давай весь мир и всю Вселенную. Вселенную. А еще более глобальная цель – я очень хочу выйти на Дисней, чтобы сотрудничать вместе с ними, чтобы ночники были в любом Диснейленде. Самое интересное, что украинская фирма, которая делает конструкторы из дерева, уже открыла нам дорогу в Дисней, потому что это была первая фирма, которая, собственно, заключила с ними договор. Так, сколько времени ты занимаешься ночниками? 8-го, 0-8-го, то есть 8-го августа 2018 года стартовала... То есть меньше года? Меньше года. Ты производишь впечатление очень уверенной девушки, тебе хочется поверить, я бы тебе поверила, но я тебе не верю. Объясню тебе почему. На данный момент твоих ночников нет. У тебя есть сейчас ключевая проблема с маркетингом, глобальная. И прежде всего, только что тебя послушав, я поняла, что это проблема и с позиционированием. Потому что, с одной стороны, твоя личная история говорит о том, что вот это, это проблема не ребенка, это проблема мамы. Это решение для мамы. Я знаю, до 3-х до 4-х лет огромная проблема ребенка уложить спать. После 4-х ребенок уже начинает сам выбирать себе, что он хочет. Поэтому вряд ли эту подушку будет хотеть каждый ребенок. Потому что он просто этого не понимает. А вот то, что эту подушку должна хотеть мама, и все подружки мамы должны знать, что есть такая штука, что, во-первых, теперь не страшно рожать детей, потому что по ночам можно продолжать гулять. А во-вторых, это то, что это классный подарок, который она может подарить ей, неважно, в роддоме, когда крестная она стала. То есть, что такой подарок существует. Поэтому я думаю, тут, во-первых, самое главное изначально понять, на кого мы ориентируемся. Это важно. Когда я начала думать о твоем продукте, я вспомнила себя. Сереже, это было очень удивительно, потому что, когда я была в состоянии материнства, скажем так, вот этих вот первых своих, первого опыта маленьких юных лет, я очень сильно зависала в блогах, форумах и так далее. Я ничего не писала, но я все читала. Это такое особенное состояние в жизни женщины, такого больного материнского мозга, когда твой весь мир, он вот в эту коробочку, да, и тебя тупо интересуют колики и прочие вещи. И ты можешь решать абсолютно это круглосуточно, эти задачи, искать какой-то выход. И то, что запрос, как уложить ребенка спать, девочки, посоветуйте, порекомендуйте, существует 300%. Но я вбила этот запрос сейчас, я подумала, может быть, есть уже какие-то там решения, обсуждения. И я увидела, что это пустая тема. То есть в лучшем случае какие-то рекламируются ночники, игрушки, но тебя совершенно нету никаких публикаций на проблематику этой темы. От тебя они нигде не упоминаются. Когда вбиваешь название твоего магазина, даже твой инстаграм не выходит, а выходят зарубежные сайты. Это говорит о том, что ты совершенно никак пока еще не поработала над тем, своим личным брендом, как ты говоришь, над проблемой и над ее решением. Если бы ты накатала на различных блогах, форумах, может быть, договорилась бы с этими мамочками, с порталами и так далее, проблематику 10-20 раз на вот эти темы, на запросы, даже посмотрела сначала в том же вордстате запросы, как они чаще всего формируются и написала бы на эти темы, это было бы уже хорошо. То есть первая задача, когда мы хотим сделать свой продукт популярным, мы должны понять решение, какой проблемы мы даем людям. У тебя очень понятно. У тебя есть конкретное решение проблемы. Это круто. Не просто красивая подушечка, которой ты конкурируешь, а это как некое лекарство. И я считаю, что над этим необходимо работать. Ты очень неактивна в Инстаграме. Очень редко. У тебя красивый Инстаграм, но он очень редкий. Это неправильно, учитывая, что это твой основной канал продвижения. Ты точно так же гораздо менее активна в Фейсбуке. И если... У меня большие вопросы вообще по Фейсбуку сейчас, я бы там, скорее всего, работала именно над таргетингом и над продвижением конкретных вещей, но продвигать нужно не подушку. Продвигать нужно решение проблемы. Мне, в принципе, когда ты мне написала, Леся написала мне вот как раз, когда начинала, что я хочу там подарить вам подушки, но мне очень много людей пишут, и мне неинтересно свою ленту и даже свои сторис превращать в место, где я должна показывать то, что мне, в принципе, не нужно. То есть, окей, там 25-я какая-то баночка крема, если он нормальный, хорошо, но подушка, ты не объяснила мне решение этой задачи. То есть, я просто поняла, что это какой-то там ночничок очередной, который выбросят мои дети в ящик с игрушками, да, ну, вот я тебе честно говорю, я просто по этому поводу даже не напрягалась, хотя у меня сегодня с младшей дочерью существуют проблемы, которой 4,5 года, и которая сова, в отличие от меня, и она тусит по ночам, вот, и это есть проблем. Она начинает, она сначала там смотрит мультики до посинения, потом она начинает ближе к 11 часам говорить, «Вам, почитай мне сказку, давай потанцуем, вот». Поэтому это, в принципе, есть возможность решения проблемы, но ты это в проблему не упаковала. Это тебе первая ключевая подсказка. Это должно быть упаковано в проблему и в ее решение. Твоя задача сейчас выйти на крупных оптовиков, ну, хотя бы на каких-то оптовиков, чтобы оптовики начали у тебя покупать. Ну, оптовики таких, как ты, не любят. Ну, во-первых, оптовики пока считают тебя еще хендмейндером. Почему? Потому что у тебя, кроме профиля в Инстаграме, ничего нет. И оптовик нормальный с хендмейндером не будет связываться, потому что ему твой товар нужно раскручивать, запускать, он его только запустит у себя в продажу, только начнут люди к нему привыкать, ну, а ты сольешься, да, может быть, там, ты перестанешь это выпускать, или там, ты не сможешь в тех количествах, потому что мы все время наблюдаем, одиночка. А одиночке что? Ты две штуки делаешь, как только тебе заказываешь 20, ты говоришь, не, я столько не могу сделать, да, тебе нужно показать, что ты что-то можешь. Ну, как это сделать? Поэтому сначала тебе нужно с собой заполонить интернет. Пока ты интернет не заполонишь, и тебя не начнут покупать в офлайне, каким образом мы будем заполонять интернет? Ну, первое, что тебе нужно сделать, это сделать просто сайт. Понимаешь, начать. Не надо какой-то супер, ты говорила, что ты хочешь какой-то конструктор, да, на который можно собирать там что-то товар, ты впечатлилась этой идеей, которую я давно озвучивал, но просто сделай просто сайт. На шаблоне, в интернете их много, да, онлайн прям, онлайн конструктор магазинов, сделай такой, и тебе нужен такой конструктор, такой конструктор магазинов, который сразу подключается к маркетплейсам, который уже адаптирован под маркетплейси. То есть ты, например, на пром.ua делаешь сайт, да, и сразу его к розетке подключаешь, ко всем маркетплейсам, они там подключаются. И ты таким образом сразу у тебя появляется сайт, и ты появляешься на маркетплейсах небольших. Тебя начинают видеть. Второе, что тебе нужно сделать, это связаться со всеми детскими интернет-магазинами и к ним тоже подключить свой товар. Там по такой же схеме, как к маркетплейсам, а да, у них не такой трафик, как в маркетплейсах, но если тебя начнут видеть во всех детских магазинах, и ты уже начнешь мелькаться, к тебе начнут привыкать. У тебя начнут стабильно расти обороты, и у тебя это стабильно будет. Ты занимаешься активно продажами, у тебя взрыв продаж происходит. За взрывом продаж ты переключаешься с продаж на производство, начинаешь производить, не занимаешься продажами, и тебе кажется, что все хорошо, у тебя продажи просто валят, но через месяц, через два у тебя продажи падают, потому что ты не занималась продажами, ты занималась производством. У тебя сейчас вот такая чехарда вверх-вниз идет Для того, чтобы стабильно, тебе нужно стабильно иметь много трафика Трафик ты не обязательно на своем сайте А трафик начинаешь с того, что ты имеешь просто бесплатный трафик За который ты платишь просто за результат Тебе передали заказ, ты этот заказ оформила и платишь человеку процент Лесь, расскажи, пожалуйста, были ли у тебя какие-то ситуации Которые тебя выбивали из колеи в твоем уже маленьком бизнесе, производстве Или пока все гладко Пока поэту часть моей жизни И самый сильный факап, который меня не убил, но разозлил Это предновогодние праздники и еще одна волна роста производства Когда счет ночников в месяц уже превысил 200-250 штук И это только в Украине А в России их было, если не ошибаюсь, даже больше 300 в месяц Соответственно, мне нужно было переправить в Россию в наше сложное время ночники И у нас наступило военное положение За день до того, как я должна была отправить посылку Мы специально сделали ночники заранее, чтобы отправить перед Новым годом То есть это как раз конец ноября Всем желающим, потому что мы взяли предоплату И все транспортные компании, которые и так плохо работали с Россией Полностью отказываются с ней работать Все автобусы, поезда, что угодно Они просто отказываются даже думать об этом А у тебя ждут заказ, да? А у меня просто предоплаты У меня должна была большая партия ночников, 100 книг, все должно уехать И все, я с ними сижу в обнимку и думаю, либо я сама их донесу, либо все пропало К счастью, находится одна транспортная компания, которая говорит Ладно, мы перевезем тебе эти ночники через Европу Думаю, хорошо, идите вы же, что где-то делайте, что угодно Ну мы это сделаем за полтора раза больше стоимости Делайте, что угодно, только довезите Через две недели путешествие Посылки Мне сообщается, что она пошла границу в Польше И там узнали, что это как бы посылка больше 35 килограмм А транспортная компания имеет право перевозить только документы Соответственно, эту посылку разворачивают носом в Украину И она становится импортом Импорт облагается пошлиной Мне нужно было заплатить 250 евро, чтобы получить свою же посылку с границы обратно И никакого способа обойти это у меня не получилось Я оплачиваю это все К счастью, в конце декабря я договариваюсь с водителем автобуса Который частями перевозит мне эти ночники Я не ушла в ноль Того успеха, который я планировала, тоже не было Но мне было все равно, потому что мне хотелось, чтобы дети на Рождество хотя бы получили эти ночники В инстаграме я писала посты Я специально позиционирую себя как бренд через себя, как вы, собственно, научите Да, я личный бренд И мне реально описали клиенты, говорили, не переживай, да, мы оплатили ночник, да, мы очень ждем книгу, но мы будем ждать сколько нужно, потому что мы в тебя верим И это просто еще больше меня подняло И очень сильно разозлило с этого момента Я начала бредить с идеей, чтобы сделать производство в России Потому что по-другому перевозить автобусами, поездами, это страшно, это проблематично Потому что в любой момент мы могли, эту посылку могли выкинуть в суду И у тебя появилось производство в России после этого? С 1 июня у нас стартовало производство в России Вот так вот Это очень отличный кейс того, каким образом мы можем свои неудачи превращать в задачи Да И выполняет очень хорошо Тема очень сложная с одной стороны, с другой стороны очень классная Классная в каком плане? Нету конкурентов Это же и сложность этой темы Потому что этого никто не ищет Нет таких запросов, по которым бы тебя искали Но ищут решение проблемы Как уложить ребенка спать И на твоем сайте эта проблема должна решаться Тогда твой сайт начнет быстро продвигаться по твоей тематике Потому что тематика не коммерческая В принципе, она достаточно быстро будет продвигаться Я думаю, что самый лучший путь для тебя Это стать экспертом по детскому сну Ты должна открыть свой YouTube-канал И снимать там видео с обзорами своих товаров Каким образом делается Как он влияет на сон Из чего он состоит Человек, когда приходит на сайт Он должен подсчитать описание Фотографии твоих подушек Видео, как это выглядит Где ты показываешь, как это собирается Как это шьется Ну, смотрю, какие процессы тебе захочется показать И вот YouTube-канал, сайт Видео ставишь на сайт И транскрибируешь это еще в статью Замечательно будет Все будет очень хорошо продвигаться Проблема самая ключевая в том Что я тебе сказала Это тебя реально нету Твоего продукта нет Его никто не ищет Он не ассоциируется с решением проблемы И если тебя поставить сегодня в магазине То, скорее всего, мы увидим набор подушечек И мало кто поймет, что это такое Поэтому первое, о чем я тебе сказала Это то, что твоя подушечка Как выяснилось, сделана из очень качественного материала Хотя по факту, когда мы в магазине видим новую вещь Которую еще никто не трогал Она выглядит приблизительно так же Единственный момент того, что она полностью синтетическая И у ребенка могут быть множество проблем На ощупь, я вам скажу честно Ничем особо не отличается Новая синтетическая подушка И новая такая подушка То есть, когда вещь новая Мы знаем, что даже дешевая обувь симпатично смотрится Вопрос носки Поэтому, чтобы это было понятно Я рекомендую тебе сразу же написать Что это стопроцентно безопасно для вашего ребенка То есть, сделать такой себе паспорт изделия Чтобы мама это знала Это должно быть видно, понимаешь? Мы очень часто в наших продуктах У нас есть классные опции, функции и качества Но мы считаем, что это и так понятно Я когда-то где-то 84 по 100 назад об этом писала Да? То есть, нет Мы все время помним о том, что сегодня нас смотрят в первый раз Да? То есть, мы все время работаем для первого потребителя И ему должно быть это очень понятно Поэтому на твоем сайте, везде Вот это должно быть Это важно Что это безопасно Ты этим гордишься И поэтому у тебя стоимость твоего изделия Себестоимость дороже, чем, например, у кого-то другого Чтобы ты не соревновалась по цене Ты должна изначально заявлять, что это качественный продукт Не считай в себе, что сегодня ты станешь на заправку А такое может быть Что ты станешь на заправке Сейчас заправки – это огромные маркеты Да? Какая бы стоечка у тебя там была Тебе за одну секунду, пока проходит человек Он должен остановиться там А, кстати, для машины это тоже идеальное решение Дети в машинах все время спят там Да? И часто спят вот там Что бы ты такое написала, чтобы человек тебя заметил Что это будет? Две-три фразы, понимаешь? Ты должна уже сейчас себя начать готовить к тому Что если завтра у тебя появится дилер Или ты даже будешь их отдавать под реализацию Чтобы они продавались Поэтому решение должно быть Человек должен понимать, что это за продукт В чем его уникальная ценность Возможно, там будет написано Ваш ребенок плохо спит Идеальное решение Сто процентная безопасность То есть какие-то такие триггеры, которые будут цеплять Потому что сейчас у тебя красивый инстаграм Но он скорее сделан для ребенка, чем для мамы Понимаешь? Потому что сегодня, например, нас могут смотреть дилеры Да? Люди, у которых есть детские магазины Нас смотрят дилеры Напишите мне, пожалуйста Если у вас есть детские магазины, например Вот вопрос Напишите лучше в комментариях Хотите ли вы ей написать? Или есть какие-то для вас личные проблемы Которые, например, вы скажете Вот если бы она сделала вот это и это Мы бы точно с ней работали Это очень важно Мы просим эту обратную связь Да, дайте список Я это все решу И вы захотите быть дилером Я бы поработала со всеми аудиториями Все, что только можно бы прошерстила И блоги, и форумы И вот эти вот Сережа мне говорит Кто сидит на форумах? Я говорю Ты не представляешь Жизнь беременной женщины Тебе нужно проработать Если ты развиваешь свой бренд Значит, накатай везде, где только возможно В платных, бесплатных Всевозможных ресурсах Везде должно быть написано Вот как у тебя здесь Good night Просто написано Good night Чтобы люди понимали И написать Какое-то УТП сформировать в предложении Чтобы когда я вбивала good night Ты мне везде выскакивала Они выскакивали мне какие-то странные И когда все начнут искать good night Дилеры к тебе прибегут и станут в очередь Good night искать Ночник Я бы забила ночники детские для сна Ты тоже никак не выскакиваешь То есть по любым запросам Ассоциативному ряду Которому я тебя забивала Чтобы я могла это найти Я не могу это найти Ни по решению проблемы А ты по этим запросам Должна рекламироваться Я даю вам каждому гарантию Что если вы два месяца подряд Каждый день будете на разных Абсолютных ресурсах Включая OLX Писать Где-то размещать По какому-то статье Объявлению Упоминанию Вы начнете везде вылазить Это очень просто Это очень просто И это необходимо делать Что касается твоей экспертизы По детскому сну Прекрасное решение Как по мне Ты должна брать Интервью У всех Кого возможно Психологи Непсихологи Мамы То есть везде Чем больше вот этого контента Ты создашь За два За три месяца До конца лета Просто интернет Может в тебе висеть И это будет Самое вообще Недорогое Продвижение Которое возможно Как только у тебя Приобретется Вот эта критическая масса Ты сама увидишь запросы То есть тебе будет Гораздо проще продвигать Тебе гораздо будет проще Убедить дилера Продать им Потому что сейчас Ты только продаешь Что у тебя очень классный продукт Это круто Что ты им гордишься Это прекрасно Но больше ты Ничем продать не можешь Понимаешь Вот больше тебе Самой же не хватает слов Ты убедительна Когда ты говоришь Но у тебя недостаточно Как бы фактов Конкретных Понимаешь Проблемы Знаете почему Я становилась в идее Стать сомнологом Экспертом по сну И продвигать себя Ну давай Мы сейчас разрушим Это С удовольствием Да Потому что Их сейчас Просто Пруд пруди Каждый кто Считает Что он Решил проблему Со сном Он становится Консультантом Потому что Сейчас Курсы консультанта По ГВ По сну Везде Ты не консультант Тебе не нужно Делать отдельную профессию Ты просто Должна плотно Связаться с тем Что ты в этом Хорошо разбираешься Что у тебя есть твой ребенок На котором ты проводила Следственные эксперименты Жестокая О мать И еще Больше Тысячи детей На которых Тоже проведены эксперименты И у тебя есть решение Ты не продаешь Свои услуги Ничего Ты просто говоришь Так как это есть Что это крутое решение Я хочу чтобы это было У каждой мамы Прежде всего Не у каждого ребенка Потому что Каждая мама Прежде всего Хочет по ночам Спать Отдыхать Она хочет иметь возможность Проводить время с собой Посидеть Подумать Побыть со своим мужем Это решение для мамы Вот запомните Что это вы покупаете Не своему ребенку Очередную игрушку А если вы покупаете Эту подушку Вы покупаете Свою собственную свободу Ночью нормально отдохнуть Чтобы утром проснуться И классно себя чувствовать Чтобы не читать Ребенку Двадцать восьмую сказку Я хорошо это знаю Когда Все заснули Кроме нашего ребенка Ну я хорошо это понимаю Я много раз засыпал Почитаю сказки Я думаю да А ребенок тебя будет И когда он будет Тебя на протяжении Многих месяцев И мама все время Находится в этом Ужасном состоянии Это отвратительно И самое главное Запомните Не давайте эту подушку Папе У нас сейчас смотрят люди У которых есть свои магазины Точки продаж Детские Они могут к тебе обратиться Правильно? Чтобы продавать твою продукцию Ты можешь сделать для них Какое-то предложение Да К примеру У нас смотрят люди У которых ничего нету Это какая-то мамочка В каком-то городе сейчас Которая смотрит и говорит Слушай классная идея Я бы хотела тоже Такое продавать Это возможно? Она может стать Представителем В своем городе Если она полностью Его сможет заполонить Девочки Сейчас специально для вас Выпытываю информацию У Леси Леся Какими ресурсами Необходимо обладать Временными Финансами Чтобы стать Твоим представителем Что вот Девочка должна Сейчас себя узнать Потому что Всех волнует А хватит ли у меня денег А сколько нужно работать А сколько на этом Можно заработать В Украине Девочка-представитель Должна просто Влюбиться в ночник И иметь Непробиваемую энергию Зайти в каждый магазин И предложить Ну грубо говоря Хорошо было бы иметь Базу клиентов Если у нее есть Детский магазин Свой онлайн Оплайн Это замечательно Это облегчит нам жизнь Я готова В Украине Девочкам Давать ночники Под реализацию Я очень тебя не люблю делать Только чтобы Облегчить хотя бы Мысль о том Что это Как-то Затратно По бюджету Сколько можно Зарабатывать в месяц Продавая твои ночники И о каких объемах Идет речь Ну хотя бы Приблизительно В среднем опт Сто штук Это Тысяча долларов Прибыли По сути Если вам нравится Этот продукт Вы Может быть Вы в декрете Может быть Вы не в декрете Но у вас Нету времени Или желание Или желание Заниматься Работой Конкретной Но вам нравится Продукт Это очень важно Что продукт Должен нравиться И он должен Вы должны Видеть его ценность Для себя Потому что Продавать по-другому Это очень сложно То вы можете Месяц зарабатывать Через год Судьбу Потому что У нее Есть Маленький Цех У нее Уже все Столы Все Оверл То есть Это все Профессионально Делается Да И соответственно Если у меня Есть необходимость Увеличивать масштабы Мы берем Под эту швию Цех А вообще Я бы тебе Не рекомендовал Создавать Собственное Производство Нужно найти Нормальных Исполнителей У кого Заказывать И чтобы Можно было В любой момент Заказать Любую партию И твоя проблема Будет решена Друзья Я хочу Вас В свою очередь Попросить Написать Все рекомендации Наверняка У вас их Сегодня Предостаточно В отношении И продукта И продвижения Вообще Насколько вам Этот продукт Заходит Мамы Какие Может быть У вас Есть предложения Пожелания Видения Это очень интересно И полезно Всегда знать С точки зрения Бизнеса И вообще Личные амбиции Свою удовлетворить Мы можем Разыграть Такую подушечку С удовольствием Мы можем разыграть И подушку И книжку В комплект Мы разыгрываем Тогда такой комплект И Леся выберет Затем Самый интересный Комментарий Который Полезный Ей покажется И отправит Вот такой комплект Ну и конечно же Знаю что Она смотрит Много мам Какую-нибудь Скидочку Для мам Кто захочет Себе такие Ночнички 15% скидки Это прям Подарок Подушку Да И меня есть просьба Давай Мне нужно сделать книгу На украинском И на английском языке Поступает огромное количество Запросов А сейчас Книга на русском Сейчас книга на русском И этот сам издат То есть Я полностью Мне нужен человек Мне нужен Литературный агент Как это правильно называется Человек Который имеет доступ В издательство И который поможет Мне сделать так Чтобы издательство Закотело Печатать книгу На трех языках Окей Если вы обладаете Такими компетенциями Навыками Или связями То тоже обязательно Напишите Лесе Как я уже сказала Мы оставим ссылочку внизу Зайдите Обязательно посмотрите Понятное дело Что это целевой товар Как бы мы Не говорим Вам всем Срочно нужны такие ночники Но Обратите внимание И это кстати Очень классное решение Когда твоя подружка Родила ребенка И ты не знаешь Что подрить Очень Как бы Приемлемая цена По бюджету И Классное решение Потому что Это что-то оригинальное И скорее всего Ты не принесешь Четвертый наборчик Чего-то одного И того же Как это часто бывает И не давайте детям Бутылочки Кормите их грудью Тогда ваша грудь Будет большая Стоячая И красивая Надейте здоровые КОНЕЦ 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 КОНЕЦ